Приветствую вас и прежде чем отвечать на вопросы, которые вы задаете, мне бы хотелось обозначить один важный момент. Этот момент связан с тем, что вы пишете, что скучаетесь без своего мужчины, что вам тяжело без него. И данный момент наводит на мысль о том, что вы несколько зависимы от человека. Что вы нуждаетесь в нём, что у вас есть определённые попредственности к нему. И через этого человека вы пытаетесь данные попредственности реализовать. Вы писали о том, что вы ревнуете, вы писали о том, что вы чувствуете холодок к себе. В том, что холодок есть или его нет, спорить не имеется. Потому что каждый человек по-своему видит и воспринимает данные вещи. Другое дело, что был ли холодок у него к вам изначально. Если холодок был всегда, то мужчина так относится к вам. Мужчина даёт в отношениях то, что он может дать. Кстати, все люди дают в отношениях то, что они могут дать. И очень важно для вас, если вы искренне относитесь к человеку, принимать то, что он может дать. Судя по тому, что вы написали, вы не принимали того, что давал вам мужчина. Вы хотели большего. Это означает, что у вас есть некий образ отношений. Образ того, как должен мужчина к вам относиться. И поскольку образец у вас явно не соответствовал реальному поведению мужчины, то у вас возникало как раз-таки это самое фрустрация. В этой ситуации нужно сделать следующее. Во-первых, когда речь идёт о, собственно, отношениях, то вы либо принимаете отношения мужчины, либо принимаете его проявление любви, ласки, зима, заботы, либо нет. И если принимаете, то принимаете полностью, таким, какое оно есть. А если не принимаете, то говорите сразу, что я не принимаю, мне не нравится, я ухожу. Вы принимали, но принимали не полностью, желая его изменить определённо. И вот это основная проблема. Вы хотели быть не с тем человеком, с кем вы бытете, а, в основном, с кем-то другим. С кем-то другим, кем он, вероятнее всего, не являлся. Но вы не хотели его видеть, потому что таково было ваше желание. Давайте попробуем определиться, исходя из этого, а какие у вас были или могут быть желания. Ну, то есть, какие у вас потребности к человеку. В зависимости от этих потребностей, вам нужно понять, что данные желания нужно удовлетворить вам самостоятельно. И тогда, когда вы это сделаете, когда вы удовлетворите свои желания, вы будете в отношениях более независимы. И это независимость поможет вам адекватнее смотреть на эти самые взаимодействия с мужчиной. И тогда человек увидит, что вы изменились, вы уже не так сильно в нем нуждаетесь, вы не так сильно от него зависите, и это будет существенно повышать ваши ценности в его глазах, это будет существенно увеличивать ваше значение в его глазах. И тем самым будет повышать интерес мужчины к вам. И это первое необходимое условие для того, чтобы расположить человека к себе при наличии у него определенных чувств к вам. То есть, если чувства есть, но они подостыли, то их можно и нужно вернуть только при условии, если вы будете менее зависимы от человека. Следующий основной момент – это ревность. Ревность имеет место, когда люди в себе не уверены. Возникает вопрос, давал ли мужчина вам повод для ревности? Если нет, то почему вы ревнованы? Из-за неуверенности в себе. В чем именно вы не уверены в себе? Это вопрос, на который вам нужно ответить. И с этой неуверенностью в себе поработать. Поработать, чтобы ее убрать. В зависимости от того, в чем вы не уверены в себе. И тогда вы не будете ревновать. Не будете показывать мужчине, что вы в себе не уверены, тем самым снижая ценность свою в его глазах. И будете более для него привлекательны. А это очень-очень важно. Чтобы вы были для него привлекательны. Чтобы вы были для него ценны. Чтобы он видел, что вы в нем не нуждаетесь. Что вы независимы, что вы можете в любой момент уйти, что вы проживете без него. Чтобы у него постоянно был эффект завоевания вас. Вот тогда можно говорить о том, что вы вновь расположите к себе его. Дальше. Следующий момент, который мне хочется обязательно в порядке вам рассказать, это отвечая на ваши вопросы. Мужчина может вернуться после длительного времени только в том случае, если без вас он понял, что испытывает к вам чувства. То есть на расстоянии понял, что вы важны ему. Во втором случае, если мужчина использует вас как запасной вариант, то есть когда ему плохо, он возвращается, когда ему хорошо он уходит и так далее. Ну и наконец, последнее, это когда вы показываете ему, что вы именно та, кем он вначале вас хотел видеть. Кем он изначально видел вас в начале отношений, почему он и был слабый. Это означает, что вам нужно понять желание мужчины, понять, чего он хочет, понять, что ему нужно от женщины и дать ему это. А в диалоге показать, что вы можете это дать, что вы можете ему это предоставить. Но только в том случае, если он будет, конечно же, с вами. Если, понятное дело, что он будет, ну, его не будет с вами, то вы ничего этого ему не дадите. И вот если мужчина увидит, что вы можете дать ему то, что ему нужно от женщины, то он с высокой доши долей вероятности к вам вернется. Это значит, что общаться нужно независимо. Это значит, что общаться нужно так, как будто вы уверены в себе и как будто вы четко представляете себе, а как могли бы жить без него. До тех пор, пока он знает, что вы сидите и ждете его, чтобы опять пытаться привязать его к себе и ревновать, вряд ли человек к вам вернется. По крайней мере, человек, который дорожит своей свободой, своими личными границами, этого не сделает. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если дополнительные вопросы остались, выдавайте их в личку, буду рад помочь. А если мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду вам благодарен. Субтитры создавал DimaTorzok